Всё меньше остаётся времени для подключения в дома жителей кустаная отопления. Сейчас теплокомпания проводит необходимые мероприятия для бесперебойной подачи тепла. Одно из важных испытаний теплосетей. 30 августа завершилась осенняя прессовка, а все порывы, выявленные во время неё, уже устранили. Инвестиционная программа на 2021 год. В целях подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов проведены осенние гидравлические питания теплосетей с остановленным теплоисточником с 9 августа по 30 августа 2021 года. Выявлено 4 порыва и 21 дефект. По состоянию на 10 сентября все порывы своевременно устранены. Помимо этого производится и ремонт на самих котельных. Так, например, в прошлом году капитально отремонтировали паровой котел ТЭЦ, который установили 60 лет назад. По словам Вячеслава Плотникова, капремонт позволил снизить износ основных средств, в том числе тепловых сетей, потери тепловой энергии и потребление природного газа. Паровой котел номер один, установленный на ТЭЦ, марка котла БМ-35, введен в эксплуатацию в 1961 году. То есть котел эксплуатируется 60 лет. За время эксплуатации котла проведено всего 8 капитальных ремонтов, вместо 15, которые было положено по инструкции. Один ремонт 24 года. Эффект экономии природного газа 3782 тысячи нанометров. Снижение износа основных средств с 84% до 67%. Что касается важного для потребителей момента тарифа на теплоэнергию, то, по словам Вячеслава Плотникова, произошло его очередное снижение, и сегодня он соответствует уровню 2016 года. Тарифы и тарифная смета на услуги теплоснабжения 2021 год. В июне 2020 года предприятие направило в полномочный орган заявку на утверждение тарифов тарифной сметы на услуги теплоснабжения на следующий долгосрочный период 2021-2025 годов. В течение текущего года тарифы изменены четырежды. Причем средний тариф для населения снижен по отношению к действующему в 2020 году на 11%. За текущий год тариф для потребителей изменился четырежды, причем каждый раз в сторону уменьшения.